всем привет с вами как всегда я лад продолжать свою рубрику такую мистика и сегодня я бы вам хотел как всегда показать вкратце рассказать вот про такую аквариумную рыбку вот они у нас плавают это сомик сомик этот речной называется он сом краснохвостый либо краснохвостый на на больше такое однородное название вообще более правильное она она будет название враг то цифр волос поехали здесь плавают на совсем молоденькие ну вообще название такое но получил краснохвостый сом по его окрасу брюшка беленькая сверху он темненький а вот хвост у него красный сейчас они еще молодые у него не ярко выраженные окрас хвоста идет но когда они вырастают он прям такой ярко-красный оранжевого цвета природе могут вырастить до в районе полутора 18 метров и достигать веса в районе 80 килограмм то есть сомики такие достаточно крупненькие вырастают в природе ну так как они вырастают достаточно крупная то ребят конечно же и желательно им аквариум тоже не маленький даже в небольшом аквариуме они вырастают достаточно крупные для для начала литров 250 300 для молодых особей вполне пойдет но в дальнейшем конечно ребята чтобы ему было более комфортно жить конечно там уже нужны аквариумах исчисляя в тоннах не знаю тонны 35 может быть в общем чем больше тем лучше в районе 5 будут такие это рай 35 тонн это так среднячок будет таком объеме не конечно вряд ли вырастут прям до максимума может быть и вырос при при хорошем уходе ну в общем как мы понимаем аквариум нужен очень большой и растет он очень очень быстро особенно когда молодой он очень хорошо кушают вообще он хищник желательно как и большинство сомиков ему какие-нибудь укрытия в аквариуме так как большинство сомов это ночные рыбки они ночью более активно чем днем так что днем они любят попрятаться им бы не помешало какое-нибудь укрытие укрытие тоже нужно делать какой-нибудь большое так как он будет у нас крупненький сам по себе этот сом хищник и все что ему влазит в пасть он абсолютно все съедает на своем опыте даже видел что он может начать поедать больше себя размеры рыбок то есть если она ему влазит пасть он проглатывает их как-то раз такой не печаль такой печальный инцидент прихожу включая свет в аквариуме у него во рту сидит карп карп был больше его но но заглотил у него только торчал хвост изо рта и постепенно постепенно в течение там двух трех дней но переваривал так что рыбу нужно содержать с ним такую чтобы она не смогла ему влезть в пасть по размерам он вырастает в аквариумах в природе грубо грубо говоря полтора метра ну в аквариуме если достаточно большой аквариум который исчисляется уже в тоннах то в принципе до метр-двадцать до метра метр-двадцать он вполне может вырасти я самого большого видел он сидел в 350 литров ему было там очень очень тесно и он там вырос наверно сантиметров до 80 но для такого 79 350 литров конечно было мало он там жил один но тесновато было так что ребят когда задумываетесь приобретать данную рыбку маленькие они симпатичные усатые смотрится конечно ну знаете что скорее всего дальнейшем он может остаться один в аквариуме всю остальную рыбу поедать если это рыбка будет ему влазить в пасть при хорошем уходе продолжительность жизни в районе 20 лет может прожить спокойно по поводу декорациям повторюсь то что желательно укрытие так как они более ночные рыбки освещение конечно лучше делать такое более умеренное по температуре содержания в районе от 20 до 26 градусов в этом диапазоне они будут чувствовать себя достаточно комфортно также по грунту в аквариум в принципе по идее можно использовать практически любой фракции единственное чтобы эти фракции было если крупные чтобы фракция была не сильно острые в общем чтобы грунт был более окатаны потому что если он бывает по грунту лазит его всасывает через жабры выпускает чтобы не пораниться не поранить свои жабры грудь желательно конь окатаны либо песочек он будет лучше всего подходить по поводу кормления да ребят вообще не проблема с данным самом блин это вообще ему хоть мы же бросай хоть крысу брось бы среднего размера он его проглотит даже утверждает что могут есть фрукты сам лично не пробовал не видел это но есть такая информация что они могут есть фрукты то есть то что они всеядные вообще по природе они едят и рыбок без позвоночных и вот природе якобы что в природу в природе допустим упавший фрукт водоем то есть они могут здесь лично не видела ну а так лично кормил креветками рыбу рыбу как правило мороженую не сильно жирную по типа ментая она достаточно нежирная если даже где-то кусочек остался вы его не увидели уровень и убрали он как правило воду не испортят эти более в таких больших объемов которых его содержать воду достаточно тяжело испортить в общем проблем по кормению вообще нету проблемы его накормить потому что он очень очень прожорливый его можно кормить кормить и прям видно будет как у него будут раздуваться его пузо от набитой пищи рекомендуется кормить разнообразной пищи так как если будете постоянно допустим один и тем же ментаем его кормить они могут привыкнуть к одной пище и могут соответственно другой потом отказываться так что лучше разнообразие в аквариуме ну вообще склонна к ожирению в аквариуме особенно если пищи будет богатая белком молодежь конечно рекомендует кормить каждый день можно даже утром и вечером только эту порцию маленького уменьшить чтобы они пока молоденькие набрали росли быстрее набрали вес что прыгка не затянулась ну а потом со временем когда они уже будут взрослые каждый не обязательно кормить можно через день через два дня их уже не обязательно будет так откармливать так как могут вообще страдают ожирением рыбки ну а так по сути если разобраться по идее он сон-то мирный каком плане если рыба ему это не влазит в пасть его он ее не будет трогать он с ней спокойно будет уживаться и он и посты но не будет ее дергать просто есть некоторые разновидности рыбы которые он вроде маленькие задиристые начинает всех терроризировать в аквариуме это не про этого сама самое главное пасть чтобы никто не влез ему пасть тогда в аквариуме вашим будет все хорошо ну вот ребята какие-то такие основы самое такое наверное необходимое либо нужное в общем совсем вкратце я рассказал про данную рыбку достаточно интересно еще интересно то что у нее чешуи так таковой нету на ощупь она такая мягенькая мягенькая нежная кожа у него идет достаточно прикольная рыбка конечно но по содержанию конечно объем аквариума подселение с другими рыбами это конечно как правило их держат с какими крупными крупными паку ножи индийские взрослые какие-нибудь пара ванну наверное да вполне можно будет взрослую вот так вот ладно ребят подписывайтесь на мой канал не забывайте поставить лайк до новых встреч до новых юх с вами был влад обзор дата на 1000 до новых встреч всем пока пока субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...